МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Василий Бугачук, депутат Черноморского городского совета. Здравствуйте. Действительно ли такое происходит, что Черноморск сегодня уходит в море? Да, действительно. У нас эта проблема очень серьезная. Она длится уже 4 года, эта проблема. И он не просто сползает в море. Уже ушла улица в море. И за этой улицей находятся высотные дома, которые уже пошли трещины. И очень глобальная проблема у нас, потому что у нас там проходит коллектор. И мы вот-вот живем и ждем, когда он взорвется. И проблема очень не то что маленькая, она глобальная. Этот оползень страшен ведь не только потому, что улица, часть земли уйдет. Там люди живут. Как приходится жить? И Вы говорите 4 года. Но именно после этой зимы, насколько я знаю, отслоения еще стало больше? Отслоения происходят практически каждый день. Идет просадка почвы, идут трещины. Они идут уже по домам. Есть дома, которые уже... Люди пытаются их разобрать уже на запчасти. Потому что больше там уже нельзя находиться. Только можно разобрать. И там что-то с этого может быть выручить. А у половины людей на нашей улице не работает уже коммуникация, канализация, свет, газ. Многие люди не могут попасть уже в свои дома, потому что соседи их не пускают. А снизу взобраться как бы туда проблематично, невозможно. Это проблема глобальная. И людям некуда деваться. Они там действительно продолжают правдами-неправдами выживать, жить, как-то коммуникацию переводить. Которые не могут попасть себе домой. Вот у меня сосед говорит, он ложится спать и не знает, приснется он или нет. А там ребенок маленький живет. И мы как-то выступаем все время как инициативная группа от нашей улицы. И собирали уже и телевидение, сколько раз приезжало. И обращались к властям. И власти нас просто не слышат, не хотят слышать. Мы пытались добиться встречи с мэром, с нашей инициативной группой. Не получилось. Мэр как-то нас игнорирует. Вообще с группой не встречается. На место к нам туда не приезжает сам. Проблему никак не решает. У нас есть видео. Наши журналисты тоже были на месте. Буквально несколько часов назад они сняли, как выглядит сейчас эта зона. Давайте посмотрим, после чего мы вернемся к обсуждению этого вопроса. И уделим внимание, почему все-таки не обращают внимание на серьезную достаточно проблему. Субтитры сделал DimaTorzok Изначально говорили, что 17 коттеджей начинают медленно уходить в пропасть. Сейчас уже угроза и домам, которые расположены чуть дальше. Расскажите, пожалуйста, в чем же все-таки причина? Потому что геологи говорят, первые трещины появились 6 лет назад. С чем это связано? Я бы вам хотел подметить, что не идет речь о коттеджах от 16. Идет речь о трех улицах. Это Бугово, это старое Бугово, и морское, и приморское. Значит, если говорить коттеджи, это слово удобно для власти, понимаете, да? Потому что оно срабатывает в первую очередь уже, будем говорить, седьмой созыв, да? Предыдущих созывов оно срабатывало в депутатских корпусах, оно срабатывало, знаете, как бы там богатые плачут, да? И давайте мы будем решать с нашими там дорогами центральными, бордюры менять. Конечно, да, совершенно верно. Но в предыдущем созыве было очень тяжело поднимать этот вопрос. Почему я вам объясню, что депутатов было настолько мало, то есть практически не с кем было даже обсудить эту тему. Сейчас на каждой комиссии депутатской, то есть это комиссия по земельным отношениям, строительству, бюджетной комиссии, член которой я являюсь, я поднимаю этот вопрос, я приглашаю жителей улиц Приморской. Вы поверите мне, если бы вы видели улицу Приморскую, да, действительно показали улицу Морскую, но там действительно живут несчастные бабушки, дедушки, коренные жители города, тогда еще старые, Буговы хутора, потом Ильичевска, да? То есть это те люди, которые первые, которые были в нашем населенном пункте. Поэтому, конечно, выгодно говорить людям о каких-то коттеджах, говорить, как мэр говорит, что там вы богатые люди, сами решайте свои проблемы. Но это же не стоит так вопрос. Вопрос стоит очень остро сейчас на данный момент, потому что вы не показали высотку, которая находится буквально в 50 метрах от этого 5 метрового пропасти, да? А что эта высотка, о чем она говорит? Она говорит о том, что это 12 этажей, там живет очень много семей, и это же секундное дело, вы понимаете, да? Если заколы идут, очень активная фаза, заколы идут буквально действительно вот это жители первой очередной улицы, где уже не могут попасть себе во двор. То есть они же понимают, о чем они говорят. Они говорят, каждый день идет оползень, каждый день обрушается почва и садится. Потому здесь речь не идет о коттеджах, здесь речь в первую очередь идет о коллекторе, который, если рванет, приведет к чрезвычайной катастрофе, понимаете, экологической катастрофе. И речь идет о высотке, которая стоит рядышком. Потому сейчас, как бы ни кричали такие депутаты, как я, о том, что давайте мы будем заниматься первоочередной проблемой в городе, это вот эти три улицы, которые надо срочно просто, знаете, это чрезвычайная ситуация, о ней надо думать сутками. Не просто там раз в месяц собраться на комиссии и обсудить, понимаете, нету этих месяцов. Прошлый созыв показал, пять лет собирались, и все осталось только на том, что была компания-застройщик, которая даже сейчас не может по документам определиться, что же они все-таки сделали. Там больше 10 миллионов бюджетных денег выделили, да, наших налогоплательщиков, горожан. На что же выделили? Потому что не могут вообще поднять по документам, оказывается, даже технодзор не осуществлялся за этой работой. То есть ситуация проблемы. Деньги выделялись, ничего не делали совершенно. Что можно было сделать? Скажите, ведь время немалое, 6 лет, мне кажется, можно было бы провести и работы определенные. Тем более, если вы говорите, вы говорите, деньги выделялись, наверное. Можно, вот я скажу, как мы деньги еще и сдавали личные по 20 тысяч долларов на берега укрепительной работы, до свой счет, да. И берег не укрепился. Мы, была компания «Монолит», изначально, когда эти участки покупались, они изначально у нас взяли деньги на сваи, на берегу укрепления. Ну, кто когда покупал, например, кто в 2000 году изначально, когда покупались участки, закладывалась сумма на берегу укрепительной работы. Ну, и этих берегу укрепительных работ нет. И, вы знаете, когда говорят, очень обидно, чтобы выходила до этого какая-то там передача «Богатый», тоже плачет. Только все молчат о том, что мой сосред был взять Хмельнюка. Я... Нет, имею в виду, да это другие каналы, вот у нас там в Ильичевском. Говорили просто, да, акцентировали на том, что не бедные люди. Они бедные люди, но почему-то у нас сосед был взять Хмельняка, почему-то у нас сосед был застройщик, директор «Монолита». И, понимаете, они их быстро продали, только люди не поняли, почему они их так быстро продали. Вот хотела я спросить вас, почему был? Теперь я поняла, они когда поняли, что их эта проблема не интересует, да, собственно, наверное, решили. Когда они поняли, что там будет катастрофа, они быстро все продали. Но когда говорят «Богатые» тоже плачут, только все умалчивают, что вообще-то сосед наш был. Близкий к мэру человек. Ну, вы знаете, у богатых, богатых, бедных, я вообще никогда не понимала такого разграничения, потому что есть человеческая жизнь, и все-таки она важнее всего должна быть, превыше вот этого странного какого-то суждения. У нас не Советский Союз. Хожу на сессию и подходила к нашему мэру с проблемой. Говорю, ну, я ухожу из дома, у меня там маленький дядь, если взорвется коллектор. Это, во-первых, будет глобальная катастрофа, ну, извиняюсь, оно все пойдет в море. Вся центральная канализация города Личевска пойдет в море. Они же говорят, что это, он же говорит, что это европейский город, курортный город. Город для богатых. Город для богатых. А почему, если это город для богатых, и я не то, что я там плачу, но я действительно ухожу из дома, у меня дома маленький ребенок. Если мой дом находится, прямо вот за моим домом проходит коллектор. Он взорвется, там поток будет такой, что дом просто унесет с моими детьми. И они не видят эту проблему. Зато выделялись деньги. Вот я хотела вопрос Василию задать. Выделялись же деньги. И где эти деньги? За два созыва, за два созыва, это было уже два созыва, деньги выделялись. Вот я Василию как депутату хочу спросить, почему на нашу проблему не обращают внимания? Мы не такие же жители. Я отвечу коротко. Понимаете, у нас сейчас уже век, будем говорить, таких нанотехнологий. Есть YouTube. Я, чтобы не занимать эфир, просто скажу всем желающим, кто хочет посмотреть эту проблему, забивайте в YouTube Хмельнюк-Капланюк. Капланюк — это действующий мэр, которого не так давно уволили. После того, когда вышла эта информация по поводу того, где Капланюк, действующий прокурор, на тот момент у себя в кабинете, рассказывает о том, что действительно, говорит, у нас больше 30 или 50, не буду сейчас говорить какие цифры, чтобы не ошибиться, но были выделены на берега укрепления, в том числе и 15 якобы зарыли напротив вот этих трёх улиц ползущих, которые только усугубили ситуацию. Оно было выделено там больше, в сумме около 50 миллионов. Но основная сумма пошла на тот участок города, где не надо было ничего укреплять, там берег не полз. Это центральная часть города, где действительно когда-то ещё сделали за портовские деньги, там огромные серьёзные проекты осуществлены, и, слава богу, там около 40 лет, ничего, никаких подвижек нет. Но почему-то там были именно израсходованы бюджетные средства, бюджетные деньги, как раз с меточкой на берега укрепления. Потому, конечно же, что можно говорить в стране, что можно говорить, только обратиться к президенту, может, ему надо это видео посмотреть, может, надо прокурору, вот, новому областному, генеральному, там, Юрию Витальевичу. Посмотрите, обратите внимание, потому что когда был Сакварелидзе, Давид тоже, я заходил, он говорит, да, я видел это видео, да, вот прокурор, вот такой, смотри, правду матку. Я говорю, ну так вот, прокурор, понятно, но прокурор действующий, под гербом нашим национальным сидит трезубцем и заявляет такие вещи, да, может, не совсем официально, может, как бы не на официальный телеканал, но, опять же, деньги выделялись, вы правильно говорите. В предыдущем созыве я, будучи, там, единственным депутатом от партии Батькивщины, который пытался, там, поднять какие-то такие вопросы, ну, как, знаете, как гадки утенок в сказке, так это мягко сказано. Вот выглядело таким образом, то есть мегапроекты, там, рассматривались, ледовые дворцы, рассматривались аквапарки, коммунальные предприятия создавались, тоже очень интересная схема, конюшни там и всё остальное, подромы. Но почему-то никто не говорил за эти три улицы. Почему-то, когда действительно говорят мэру, что мы придём, или люди соберутся, жители придут, он говорит, «А я выведу весь город на вас, вас город как раз и не сильно там долюбляет, потому что там действительно есть коттеджики, да, как говорят, 19 или 15, неважно, которые якобы там какие-то состоятельные люди жили, а у нас там по принципу, наверное, мэр думает, что там, как бы, да, зависти или чего, все ждут, что сползут. Но не в том-то дело, там большая улица парковая, где большие высотки стоят, большое количество людей живёт, детей. Потому непосредственно сейчас смотреть, ждать и думать, что следующий созыв придёт, может, 8-й, 9-й депутатов, которые всё-таки обратят на это внимание, времени нет. Надо бить во все колокола, надо, вот люди приходят, я не могу, знаете, не ответить на их вопросы. Люди приходят и говорят, мы хотим задать вопросы. Я говорю, задавайте. Мы, говорит, готовы задавать и хотим задавать мэру вопросы. Я говорю, ну приходите, вроде на предыдущем эфире мэра пригласили официально, я знаю, ну как с эфира вашего. Он поднял трубку, в принципе, любезно, вроде бы как не отказал. Потому, конечно, хочется людям пообщаться с мэром, конечно, хочется обратить внимание. И действительно, мэру можно сказать, в его уже немолодом возрасте, за 70 лет, действительно, сделать доброе дело. Действительно, мэр не бедный, он живёт на шикарной улице, вот здесь сосед в Аркадии. То есть понятно, что ему эти угрозы не слышны, не видны. Вот люди говорят, что был у него там дом, он продал когда-то, да, вовремя, как говорится. Потому обратите внимание, Валерий Яковлевич, обратите, я обращаюсь к мэру, я обращаюсь ещё к многим людям, жителям улицы Приморской, которые не могут к вам сюда доехать, которые бабушки вот с такими ногами больными, раздутыми, мы помогаем, потом с этой комиссии земельной, они ходят на каждую комиссию, и постоянно заму мэра, потому что мэр не присутствует на комиссиях депутатских, Быченко, они вымоляют, умоляют, а на последней комиссии эти жители улицы Приморской пришли, а Быченко ушёл в отпуск куда-то там кататься, я не знаю на чём. И его нету, они расстроились, расплакались, понимаете? Как мне, как человеку, который, ну, через себя это пропускает, как мне на это смотреть? Скажите, пожалуйста. У нас есть мнение и других жителей Черноморска, буквально сегодня тоже мы пообщались с ними, и хотим сейчас дать возможность им высказаться у нас в прямом эфире. Давайте посмотрим, что они говорят об этой проблеме, после чего мы вернёмся сюда и продолжим обсуждение. Но мэр должен был принять сразу же меры, чтобы этого не допустить, потому что это прекрасное место, это прекрасный вид. В Штатах или в любом европейском государстве были бы приняты немедленные меры для того, чтобы это всё прекратить. Иначе этот город не заслуживает титула города европейских стандартов. Реальная загроза существует, потому что, если заколи уже пошли за будинками, то от того места за будинками до коллектора там лишаются какие-то десятки метров. И если неодноридный грунт, заколи, суви, то, соответственно, коллектор высокого тиска тоже может сделать какой-то сув. А если это будет сув, то при пяти атмосферах тиска, то это будет экологическая катастрофа. Боимся, потому что вот уже трещины доходят и до нашего дома. Потихоньку. Если ничего не предпринять, то все обвалимся. Мы послушали такие мнения, и самый первый человек, спикер, который общался, это был американский профессор, который увидел это, конечно, и был в шоке. Но здесь, вы знаете, наверное, даже более весомо это мнение вот этих мальчишек, которые стоят и боятся наверняка, да. И, конечно, для них может быть это пока что где-то развлечение, постоять на обрыве и посмотреть вниз туда. Но на самом деле это очень страшно. Если люди говорят, что просыпаются посреди ночи от того, что все трещит, никто не хочет оказаться в фильме ужасов. Вопрос, кто виноват, понятно. Что делать? Вот самое главное, вот этот вопрос, я хочу побольше эфира уделить этому вниманию, что есть люди, есть действительные застройщики, люди, которые готовы, будем таки говорить, исполнить эти работы берегоукрепительные. Потому что, ну, слава богу, есть ученые, слава богу, есть у нас Коминтерновский район, где, да, там нет высоток, нет, там просто правильно используют бюджетные средства и обращаются действительно к добросовестным строителям, да, будем так говорить, строительным компаниям, гидросооружений, которые действительно подходят к этому с умом. Отводят воду сначала, да, потому что вы понимаете, грунт не просто так садится. И это было еще понятно в прошлом созыве депутатском, что и многие там живут люди неглупые, там вот, допустим, отец этих, внук, дедушка этих детей, которых показали на обрыве. Человек приходит на комиссии депутатские и рассказывает уже, понимаете, там у каждого уже жителя, у них образование уже, знаете, будем говорить, и они геологи, и геодезисты, они уже там и проектанты, и архитекторы, они уже, понимаете, это все в одном, потому действительно люди приходят на строительные земельные комиссии, к сожалению, там депутаты, там многие даже и не хотят вникать в эти вопросы, в этих комиссиях, члены комиссии, да, но они приходят и они разлаживают, понимаете, вот так все постепенно, пошагово, какой надо вопрос, с чего надо начать, как надо отвезти воду, какое уполаживание сделать этих склонов, чтобы они, заколы не происходили каждую, будем говорить, неделю, да, на метр, на два. То есть есть вопросы, есть позиции, где-то надо грунт снимать, где-то подвозить, и эти вопросы, вы понимаете, то есть если бы, допустим, как руководитель города, мэр взялся вот так вот, собрал круглый стол и не разошлись, пока бы не начали, как говорится, трактора копать, пока не начали бы воду отводить, пока бы какие-то дренажные системы, лотки и все эти остальные вопросы, которые не надо быть большим ученым для того, чтобы понимать, как спасать эту ситуацию, потому что ничего такого нету, которая какая-то лава не спускается мгновенная, нету какого-то пожара. Есть ситуация, с которой надо просто планомерно сесть и закрыть этот вопрос, решить его, нагнать много техники, специалистов, компанию состройщика, которая берется, гарантирует, которая выполняла такие работы, в том числе и за рубежом, как мы увидели. Потому здесь надо, конечно, воля, воля городского головы, в первую очередь, во-вторых, отказаться от этого проекта, который не работает, к сожалению, не работает. Очень глубоко уважаемый человек, который был технадзором этого проекта, это Кузнецов, это Светила, еще советских времен, ему, по-моему, под 80 лет или уже за 80. Дедушка действительно очень уважаемый человек, но не сработала его, будем таки говорить, версия, по берегу укреплению. Не сработали эти бюджетные деньги, которые туда вкопали, из кого сейчас спросить, тоже еще большой-большой вопрос за эти средства. Значит, надо идти к молодым, надо идти, которые люди приезжают, дают свои проекты. Я могу их просто очень много перечислять, у вас эфира не хватит. Сколько людей действительно готовы этот вопрос решить? Понятно, что за средства, за бюджетные, при ситуации чрезвычайной. Они, понимаете, у нас, слава богу, есть закон, который позволяет в чрезвычайной ситуации это делать мгновенно, не волокиту бюрократию, а то не растягивать. Потому, конечно, если бы у вас под студией собрались все люди, желающие, чтобы это ускорить, то, наверное, здесь бы не хватило двух кварталов. Хочу спросить вас еще. Вот сейчас эфир закончится, мы в прямом эфире общаемся с нашими зрителями. Вы куда отправитесь сейчас? Вы домой поедете туда, в эти коттеджи? Да, мы поедем домой, потому что, и почему они думают, что там живут, как я вам говорила, богатые люди. У нас, например, у других людей, если нет квартир на самом деле, люди эти дома строили, мы там 12 лет строили. И все средства вкладывали в это. И поэтому еще хотела вот сказать, даже не то, что сказать, высказаться. Мы ходили всей своей группой, вот Быченко к нашим. Когда мы пришли, я его спросила, когда мой дом упадет, куда я пойду жить? Он говорит, в гостиницу. Я говорю, вы мне гостиницу доведите в частную собственность, как бы, вы меня там пропишете? Он говорит, да. Еще платить за нее будешь. Нет, это действительно не то, что я там придумываю. Это было к мэру, мы так, как бы, попасть в своей группы, мы не смогли. Я его поймала вот один раз на сессии, когда я задала ему вопрос. Ну, говорю, у меня там дети, вы понимаете. Он говорит, я вам ничем помочь не могу. Вот меня вот интересует вопрос. Вот сейчас уже второй созыв. Ну, вот Вася хочу спросить. Почему, как бы, к нашему району, к этому 9-му, это был самый красивый район в Ильичевске. На эту улицу приходили все с колясками гулять, потому что туда мы вкладывали все в эту улицу. В озеленение, во все. Почему к нам относятся, как, я не знаю, к нелюдям? Ну, к сожалению, мы заслужили такого. Да, мне тяжело будет. Ну, почему у депутатов ничего, вот сейчас новый уже СССР, почему никто ничего, вообще никто ничего? Я вам скажу, у вас надежда была, благодаря вот такому каналу, свободному эфиру, благодаря вам большое спасибо, что вы приходите, не боитесь и задаете эти вопросы, хотя все прекрасно понимают, что город маленький и действительно, может, вы на себя какую-то там волну негатива, может, притягиваете от власть имущих. Потому я вам хочу сказать, не бойтесь, боритесь и поборете, все будет нормально. Знаете, может быть, вопрос не совсем мужчине правильно задавать, страшно ли там, скажите? Ну, есть такое понятие, когда люди, как на войне, знаете, они свыкаются уже, может, это какое-то там, ну, уже привыкли с этим жить. Вот скажите, да или нет? И на самом деле иногда задумываешься, и это страшно. Страшно, вопросов больше нет. Спасибо огромное. Будем надеяться, что все-таки все решится и как-то в положительном уровне. За себя не страшно, а за детей. За детей, понимаю. Итак, я напоминаю, сейчас в эфире «Вечер Черноморск». В гостях у нас Магир Анна, Прагин Сергей, жители Черноморска, и Василий Бугачук, депутат Черноморского городского совета. Спасибо, что пришли к нам. В студии для вас работала Татьяна Миленко, это был «Вечер Черноморск». Каждую пятницу вы можете смотреть и узнавать о проблемах Черноморска. В этом эфире мы поговорили о том, что город сползает в море. Всего вам доброго и берегите себя и своих близких.